Приветствую вас, дорогие друзья! В рубрике «Поле за и вред» начинаю серию публикации о сухофруктах, в их полезных свойствах и ограничениях. Сегодня в центре внимания филинги – один из самых ценных и питательных видов сухофруктов. Тему назвала так. В чем уникальность фиников? О финиках упоминается в Библии и Коране. В истории человечества эти экзотические плоды тоже сыграли не последнюю роль. Уникальность фиников в том, что на протяжении тысячелетий они спасали людей от жажды и голода, лечили и продлевали молодость. Сегодня эта тропическая ягода продолжает выполнять свою главную миссию – она укрепляет здоровье человека, а заодно радует его своим изумительным вкусом. Главная особенность фиников состоит в том, что по содержанию углеводов они превосходят все известные фрукты. Доля сахаров в составе варьирует от 62 до 65 процентов, но несмотря на такой высокий процент сладости, тропические ягоды разрешаются употреблять в умеренных количествах даже диабетикам и худеющим персонам. Биохимический состав тоже варьирует по уровню содержания отдельных элементов, но несмотря на рядовые отличия, уникальность фиников в том, что плоды любого сорта в высушенном виде сохраняют свой ценный состав. Известно, что экзотические плоды, которые обожают и дети, и взрослые, рождает финиковая память. Историки утверждают, что родина этой тропической культуры, которую в древности величали царицей оазиса, является Персия. Съедобные сорта финика появились примерно 6-7 тысячелетий назад. Финики всегда ценились в православии и в исламе. Сам пророк Мухаммад ел их, и о них в Коране упоминается около 29 раз. Вкушал финики святой Ануфрий, ведь издавна известно, что они содержат все питательные вещества для жизни человека. До появления злаков финиковые плоды были основной пищей жителей Среднего Востока, поэтому их часто именовали «хлебом пустыни». Например, в Китае живут до сих пор долгожители, которые питаются исключительно финиками. Сегодня тропический плод тоже не утратил значение ценного питательного продукта. Чтобы понять, где и как произрастают финиковые деревья, проще посмотреть на карту мира, потому что ареал разведений вышел за границы традиционных территорий. Это не только Египет, Иран и Саудовская Аравия. Сегодня финиковые плантации есть в Израиле, Мексике, Южной Америке, ЮАР, США, Афганистане, Тунисе, Марокко, Австралии. Нагляднее проявляется уникальность фиников в их химическом составе плодов. По сути, это идеально сбалансированная формула нескольких десятков веществ разных групп. Аминокислоты, на их долю приходится большая часть состава. Витаминный комплекс представлен почти всей группой витаминов В. Есть аскорбиновая и пантотеновая кислота, способствующая своению углеводов. Минеральные элементы – бор, медь, в большом количестве железа, магний, клетчатка, масла, входит в состав ягод-антиоксидант и еще целый ряд других полезных компонентов. Но самым ценным элементом состава считается незаменимая аминокислота – тритофан. Он тормозит процесс станения клеток и оказывает успокаивающее действие на организм. В финиках содержится солидная часть таблицы Менделеева – полный комплекс веществ, которые необходимы для полноценного питания человека. Если полистать Священное Писание, можно встретить упоминание о том, как странники и отшельники, по несколько лет могли питаться исключительно финиками и водой. Показатель энергетической емкости вяленых к ягод колеблется в метелах 280-340 ккал. Финик низкокалорейный, поэтому его можно использовать вместо лакомств, и при этом вес не будет увеличиваться, а оставаться в норме. Финики, как любая растительная пища, не содержат холестерина и не способствуют его образованию. Вяленые ягоды быстро утолят голод и зарядят энергией. Современная медицина о финиках отзывается только положительно. Причем тропические плоды являются предметом многочисленных исследований ученых, благодаря работе которых сегодня известны полезные свойства этого удивительного фрукта, который укрепляет иммунный ресурс, очищает организм от токсичных продуктов, улучшает пищеварение и работу кишечника, стимулирует мозговую деятельность. Ягоды способны уничтожать паразиты, они повышают выносливость, поддерживают кислотно-щелочной баланс, помогают при физической усталости, полезны при анемии и гипертонии. Очевидно польза фиников для женского организма. Именно в облегчении родов и послеродовом восстановлении. Уменьшают кровотечение, повышают лактацию во время кормления грудью, укрепляют мышцы матки, снимают стресс и облегчают состояние предминструального синдрома. Финики полезны и для мужского организма. Повышают либидо, улучшают потенцию, увеличивают количество мужского семени, при расстройствах нервной системы полезны и лечении импотенцией. Последние исследования показали, что финики предупреждают развитие онкологии и снижают риск инсультов и инфарктов. Поскольку даже самые полезные продукты при определенных условиях могут быть опасными, стоит кроме плюсов перечислить вредные свойства фиников. Осторожно употреблять их стоит людям, страдающих, язвенной болезнью желудка и кишечника, индивидуальной непереносимостью фруктозы, ожирением и мочекаменной болезнью, диабетом, так как у фрукта высокий пиликемический индекс. А вот детям до 3 лет тоже стоит давать фрукт с осторожностью и в ограниченном количестве. Также нельзя совмещать финики с цитрусовыми плодами. Такой союз может стать причиной кишечного расстройства. Если у человека нет противопоказаний, тогда для него ежедневная норма составит около 10 ягод. Этой порции достаточно, чтобы укрепить здоровье взрослых и маленьких сладканишек. По питательным свойствам финики можно сравнить со злаками. Те, кто знаком с этим натуральным продуктом, знают, что вяленые плоды можно добавлять в десерты и каши, готовить из них напитки и есть без всяких добавок. Их можно использовать как начинку для булочек, пирогов, тортов. Также приготовляют различные фруктовые салаты, халву, варенье. Финиковый сахар, финиковый мед, финиковый сок тоже вырабатывают из этих фруктов. И также получается прекрасное вино. Кстати говоря, арабы приготовляют из фиников чудесную пасту, которая хранится около года. Если удалить косточки из плобок и начинять финики орехами, сливками или кремом, то получается истинное царское блюдо. Весьма вкусный и питательный десерт. Попробуйте приготовить его самостоятельно. Думаю, вам понравится. В заключение хочу рассказать некоторые интересные факты о финиках. Финики ровно 50 раз упоминаются в Библии. У фиников есть вкус, но нет запаха. В древности финиковую пальму назвали деревом жизни, потому что она обеспечивала человека едой, жильем и строительным материалом. А плоды считались лекарством от всех болезней. Некоторые экземпляры плодового дерева достигают 35 метров в высоту, а перистые листья длиной 15 метров. Продолжительность жизни составляет 200 лет и более. Только на четвертый год деревья начинают плодоносить, а период созревания плодов финикового дерева длится от 7 до 10 месяцев. Через 5-6 лет урожай может составить примерно 8-10 килограмм с одного дерева. А через 13 лет дерево наберет силу и даст урожай 60-80 килограмм. Даже через столетия семена финика сохраняют хорошую всхожесть, если обеспечить их водой и светом. Опыляется финиковое дерево естественным способом, потому что у него есть мужские и женские цветки. В рацион космонавтов обязательно включают вяленые финики. Когда Дева Мария рожала Иисуса, ее укрывала финиковая пальма. Чтобы легче переносить схватки, она по совету ангелов вкушала плоды вечного дерева. Финики заменяют сладости для желающих снизить вес. Косточка финика также обладает целительными свойствами. Отвар из косточек помогает выводить камни и песок из почек. Улучшает работу лучевого пузыря. Напоследок хочу заметить, чрезмерное количество фиников поедать не рекомендуется. Просто обязательно введите их в свой рацион. Пейте с ними чай и добавляйте в десерты. Будьте здоровы, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова